Друзья, вы на Ньюсейдере, я Александр Кушинарь и это очередной выпуск рубрики Дальневосточный фронт. С нами на связи Найк Недворский, как всегда, с флагом зеленого клина. Приветствую, Найк. Приветствую. Сегодня еще одно интервью с известной вам Дианой из Хабаровска, которая эмигрировала в Молдову и получила там молдавское гражданство. Значит, сегодня речь пойдет о актуальной, на самом деле, теме, связанной с, в том числе, обращением так называемых недовольных граждан Приднестровья, которые просят Россию помочь. То есть, мы видим, да, что применяется, по сути дела, старая добрая технология, технология Путин в виде войска. Ну, или, по крайней мере, с намеком на это, да, которая уже сто раз отрабатывалась, где-то она приводила к успехам, где-то нет. Ну, успехом для Кремля, естественно. Вот в Грузии, вот в Украине это случилось, да. Случится ли в Молдове? Военные эксперты говорят четкий и очевидный вещь, что до тех пор, пока стоит Украина, ничего не получится. Потому что физически доступа к соответствующей территории, оккупированной части Молдовы, то есть к Приднестровью и к самой Молдове, у российских агрессоров просто не будет. Но в данном случае давайте вообще попробуем разобраться в целом, вот в теории, да, как выглядит та методика, которая применяется Кремлем в отношении Молдовы в целом. Потому что то, что сейчас происходит в Приднестровье, это просто маленький эпизод в мегапроекте Кремля по давлению на Молдову. Давление сейчас политическому, экономическое там давление есть, да, если мы говорим в связи с энергоресурсом, газом. Ну и хотелось бы верить, что никогда не дойдет до военного давления. Опять же, подчеркиваю, все в данном случае в руках вооруженных сил Украины. Ну что ж, Найк, давайте несколько слов по поводу того, о чем пойдет речь в этом интервью с Дианой. Ну, к сожалению, мы здесь, находясь в Хабаровске, ничем не можем помочь Молдове в борьбе вот с этой путинской агрессией, информационной как минимум, а как максимум, возможно, какой-то более жесткой силовой. Но мы можем использовать эту ситуацию для того, чтобы еще более полной и более ясно вскрыть механизмы внешней политики Кремля. И, собственно говоря, вот здесь вот как раз вот Диана, она берет даже гораздо, ну, глубже, чем вот вы сейчас это обозначили, рамки темы. Она показывает политику России по отношению к окраинам, к регионам, к Молдове, в принципе, даже вот начиная где-то немножко с поздней советских времен, соответственно. И на конкретных примерах мы тут, на конкретных примерах Диана демонстрирует, что, собственно говоря, технологии, которые применяются для того, чтобы отсечь часть территории Молдовы, это абсолютно те же самые технологии, которые ранее применялись Кремлем для того, чтобы отделить от Украины части Донецкой и Луганской области. Ну и, собственно говоря, в конечном итоге это, конечно же, работает на разоблачение известного кремлевского мифа про Донбасс, который, как известно, бомбили 8 лет сами украинцы, и только и исключительно поэтому якобы туда были введены вот эти самые кремлевские войска. Вот об этом, собственно говоря, пойдет речь. Такая параллель там будет проводиться. Слово Диане. Изменился ли каким-то образом твой взгляд на Россию? То есть, какой ты видел Россию, выходя против Путина в Хабаровске, и какой ты видишь Россию, находясь в Молдове? Ну, конечно, изменилось. Прям сильно изменилось. Но когда жила там, в Хабаровске, это все-таки было как часть меня. И, живя там, я старалась изменить свое место обитания, старалась что-то, ну, как-то повлиять. Надеялась, что на что-то повлияет. Но не получилось. И я решила, что я больше не верю в эту страну. И решила уехать на родину. Я думаю, это было самое правильное мое решение. А что случилось, что ты пришла к этому решению? Я подумывала уехать еще в 2020 году, когда не было всех этих протестов хабаровских. Просто, просто, ну, узнала, что к власти пришел проевропейский президент, ну, нормальный президент. В Молдове. Так, чуть-чуть по-доброму позавидовала, что у нас такого нет. В Молдове, да, пришла моя санду. И думаю, ну, может, начинать уже готовиться там, потихоньку собирать деньги, паковаться. Потом эти планы отодвинулись, потому что начались протесты. Я почувствовала какую-то надежду, что может что-то изменится реально. Может, что-то хорошее у нас будет. Но хорошего не произошло. И если сказать так, личную обиду какую-то почувствовала, потому что... Я видела протесты же не только в Хабаровске. Там и в Петербурге были, и в Москве. Я видела, как силовики, один силовик гоняет целую толпу. А я всё-таки, наверное, более радикальных таких взглядов. Я думаю, что если ты выходишь на площадь, то будь готов драться. И если ты будешь отвечать на агрессию вот так, то такая толпа сомнёт этих силовиков и пустит их в бегство. Потому что, по сути, все эти полицейские, они трусы. Это очень трусливые люди. Очень несвободные, очень трусливые люди. И я их очень сильно не уважаю. Ну, вот так. Но вместо того, чтобы дать бой, люди кричали «позор, позор». И смотрели, как бабушек, девушек, мальчиков уводят в автозаки. Я думаю, вот с таким подходом ничего не получится. Это видела не только я. Это видели со своей стороны и силовики. Это чувство безнаказанности. Оно уже развращает моментально. Находясь в России, ты, получается, смотрела на эту систему через призму внутренней политики. То есть, как Россия, ну, как российское государство подавляет своих собственных граждан. Вот ты к тому моменту как-то интересовалась ли внешней политика России? И нашла ли ты вот что-то новое в этой внешней политике, когда оказалась за её пределами? Я понимаю, что ты это государство и раньше недолюбливала. Но появились ли какие-то вот новые причины относиться к нему, отрицательно к этому государству? Да. Одна из причин, почему очень сильно изменилось отношение, это то, что приехав сюда, я своими глазами это увидела. Что Россия творила. Я буду говорить общее слово «Россия», не имея в виду там абсолютно каждого человека. Я имею в виду государство. Что творил Советский Союз в советское время здесь, с 40-го года захватив Бессарабию и ввергнув в голодомор и нищету, и рабство всех, кто здесь жил. Генсеки сменялись. Потом случилась перестройка, пошли президенты. Но это не прекратилось. Они всё равно вмешивались в выборы, приходили к власти пророссийские политики, и это продолжалось. То есть дело даже не в Путине. Он просто продолжает вот эту традицию. Ты имеешь в виду, что Молдова была колонией? В Советском Союзе такой была колония, по сути она. В какой-то момент она получила свободу, но Путин пытается снова сделать из неё колонию. Да. А в чём это конкретно поражается? Когда Россия захватила Бессарабию, началась дичайшая пропаганда против Румынии. Нас разделяли как могли, хотя мы один народ, один язык, всё одно. И слава Богу, сейчас очень хорошее отношение с Румынией. Многие даже за объединение. Хотя, насколько я знаю, никаких инструментов конституционных для объединения нет. Просто люди надеются. Ну ладно. Дальше что было? Дальше были дичайшие депортации, расстрелы. Вследствие этого наступил голод. Это не был такой страшный голодомор, как в Украине, потому что это всё-таки были уже 40-е годы. В Украине всё раньше случилось, но здесь тоже был голод. Получается, что по отношению к Молдове и Румынии применили, по сути, похожую технологию, как сейчас Путин пытается применить к некоторым областям Украины. Да. Понятно, что история она вот такая, но что, собственно говоря, происходит сейчас? Они пытаются взять под свой контроль Гагаузию. Гагаузы, к сожалению, очень ватные, очень пророссийские. Не скажу, что все, но многие. Им внушают... Та же пропаганда у них работает. Им внушают, что без России они никто. Причём выходят вот люди, их лидеры мнений, говорят, мы без России никто. Я вообще в шоке была от этой фразы. Какого чёрта гагаузы? Они не молдаване, они турки. Им просто русский царь разрешил здесь жить. Ну, они здесь и живут. Но у них есть свой язык, своя культура, своя кухня, свои танцы, песни. Господи, да у них всё своё. Это отдельный народ. Какого чёрта кто-то посмел целому народу заявить, что он никто? Это насколько просто оболваненные люди. В смысле, никто без России? Да, никто без России. Мы без России никто, блин. Зашибись. Все дороги, все объекты у них строят Евросоюз, а мы без России никто. Россия в них не вкладывалась вообще. Россия гагаузов когда-то депортировала точно так же, как у украинцев и молдаван. Советский Союз был. Советский Союз, да. Каким образом тогда российская пропаганда смогла обнушить это гагаузам? Про российские политики и плюс про российский информационный канал. Находясь опять-таки, по проживанию в Тальнем Востоке, ты всё-таки как-то боролась, я так понимаю, в том числе за будущее России. А вот каким тебе видится идеальное будущее России из Молдова? Идеальное будущее России, чтобы там осталось в Москве, и все народы, которые были колониями, взяли свою независимость и развивались бы сами. Я сейчас понимаю, что в маленькой стране намного быстрее и лучше навести порядок, чем в огромной стране. Ты имеешь в виду этот порядок, который будет выгоден людям, а не правящей верхушке? Да. Потому что не то, чтобы в России нет порядка, в России порядок-то есть. Вопрос в том, кому этот порядок выгоден. И через принципы твоего такого, в том числе протестного опыта, вообще, какие шансы у Молдовы на цивилизованное будущее? Я надеюсь, очень большие, очень хорошие шансы. Да, тут есть такой вот контингент, но я смотрю, он в меньшинстве. Тогда пожелаем Молдове свободы, то есть спасибо за достаточно, думаю, интересный такой экскурс. И до следующих встреч. До следующих встреч.